Мотофестиваль И расскажите для начала про масштаб этого мероприятия Слушайте, о мотофестивале Об этом я могу говорить часами Наверное даже сутками Потому что это в какой-то момент Стало делом жизни Идея, которая Переросла в дело жизни По поводу масштаба Сложно сказать, потому что Статистику ввести мы можем только По заселению И по проданным билетам онлайн Ожидается, конечно, гостей Больше трех тысяч человек Больше трех с половиной Хотелось бы больше пяти Но, наверное, вряд ли Потому что мы собираем качеством Не количеством, а качеством Вот вы сказали про идею Расскажите, как зародилась идея организовать мотофестиваль Идея мотофестиваля родилась спонтанно Просто когда-то сидели Тусили во дворе На детской площадке И у меня появилась тема в голове Есть мотофестивали Есть дети Мы взрослеем Естественно, со временем взрослеем И хотелось бы поехать потусить С детьми куда-нибудь А как сказал мой один старый товарищ Макс Дед Его все знают Привет Он сказал Наши дети От нас возьмут Как все самое плохое Так все и самое хорошее И родилась идея вот такого фестиваля На который ты можешь приехать даже с детьми Потому что у нас и детская площадка есть И взрослая анимация И детская анимация Но Хотелось сделать такое мероприятие Куда ты можешь приехать с детьми И они увидят байкеров Байкеров с другой стороны Чтобы они ассоциировали Слово байкер Мотоциклист С людьми Состоявшимися Воспитанными Культурными Классными Умеющими отдыхать То есть как мы все знаем Сам прообраз Вот мотоциклиста Байкера Он сложился из русских сериалов Там стереотипно как-то То что это пьяницы Которые живут в гараже Но нет На самом деле Вот Увлечение мотоциклом Это Не столь дешевая штука И не каждый себе это может позволить У нас доктора У нас юристы У нас финансисты У нас какие-то владельцы бизнеса Мотоцикл Это просто отдушина Это средство От эмоционального выгорания И вот люди Просто приезжают И Вернемся К этой идее Детского Детского утренника Как нас называли Хотя мы Показали то что Это не правда Это не детский утренник Мы показываем Тем детям Тем Людям С детьми Которые к нам приезжают Мы показываем Хорошие стороны Пускай эти дети Питают вот эти вот Хорошие стороны И в будущем Это поколение байкеров Поколение мотоциклистов То есть они Я уверен То что они Посмотрев на нас Они Когда-нибудь вырастут И Приобретут себе Первый мотоцикл И вступят в наши ряды С таким задором Вы это рассказываете Расскажите Вы ведь Наверное Сами увлекаетесь Мотоциклами И вообще Сколько лет Вы в этой теме Слушайте Я увлекаюсь Этой темой Не катаюсь Давно На самом деле Честно Потому что В какой-то момент Это просто Вот как-то Отлегло Мне классно Видеть людей На мотоциклах Я со многими Знаком Давно занимаюсь Этой темой Я даже не помню С какого года Наверное С 2000 Ну если Образно Говорить С 2007 Знаю Всех людей Прекрасных Наши Наши Все Тусовки Восхищаюсь Некоторыми Людьми Но сам Не катаюсь Сам не катаюсь Потому что Как-то В какой-то момент Это просто Отлегло Может быть В будущем Это все равно Придет Я думаю К этому вернуться Можно И нужно Да И насколько я знаю Вы сейчас Как-то больше Ориентированы Не только На Как скажем Байкерскую публику Но и на других людей Которым просто Будет интересно Посмотреть Что это за фестиваль На модели мотоциклов И вот Погрузиться В эту тематику Да Да Сейчас Вся ориентация Рекламы Сейчас объясню У нас Байкерское Общество Я всегда говорю Байкерское Но мы Мотосообщество Мотосообщество Но Очень дружное Сплоченное И Стоит Где-то Кому-то Чего-то сказать Это сарафанным Радиом Передается А мы сейчас Работаем по рекламе На Людей Которые Не относятся К мототематике Которые Ну Совершенно Не имеют К этому отношения Почему Потому что Для нас Для всех Человек Жилетки На каком-нибудь Харли Дэвидсон БМВ Ямахи Хонди И все остальное Дукати Я сейчас всех Не перечислю Не обижайтесь Для нас Это обыденность Приезжает человек Посмотрел Красивый мотоцикл Вот такой человек Для человека Со стороны Это всегда Шоу Человек Неформатно одет Весь в цепях Каких-нибудь Жилетки Все неформатно Выглядящие Для них Это шоу И Скажу больше После каждого Фестиваля Люди Которые приезжают К нам отдохнуть Отписываются Покупают Мотоциклы В прошлом году Мне написало Порядком 20 человек То что они Вот Получили удовольствие Пообщались А все Мотофестивали Это Самая важная фишечка Это общение Они пообщались И купили мотоциклы Представляете То есть мы популяризируем Вы настолько зарядили Да Мы популяризируем тему И у взрослых И у детей Поэтому я думаю Наш формат Туда Я всегда говорю Вверх Только вверх Вот как раз мы поговорили Про шоу Скажите чем будете удивлять В этом году Что входит в программу В этом году Ну то есть у нас Во-первых Я всегда говорю У нас Неформатный фестиваль Мотофестиваль Неформатный Он Мультиформатный Я его позиционирую Как семейный Но семейный Не в плане того Что все вы должны Приехать с детьми А О том что Каждый из вас Кто придет К нам на площадку А я вас уверяю Вы прям почувствуете Это Вы приходите Как себе домой Как на дачу Вас встречают Не по одежке Вообще Не по обувке А встречают Как своего родного Просто дома Вот Программа у нас Мультиформатная У нас есть Несколько площадок То есть есть Музыкальная площадка Есть торговая площадка Есть детская площадка И в этом году еще Добавилась Арт площадка Вот И можно изначально Перейти Давайте да Про каждую Поподробнее поговорим И расскажите Что в нее Входит Арт площадка Сумбурно Просто собралась Потому что Владислав Человек Который организовал Арт сообщество Так называемое Мото арт сообщество Оно так и называется Предложил Поучаствовать На фестивале Сначала Оказалось Ну как то Непонятно Я потом подумал У нас самый Неформатный фестиваль Поэтому Эх Давайте Давайте будем Это ребята Мотоциклисты Практически все Которые рисуют Картины Крутые художники Я не могу Выделить Кого-то Там Определенного Из них Потому что Я их всех Практически знаю Они очень Крутые художники Которые будут Выставлять В главном корпусе Отеля Конакова Риверклаб Свои картины Там можно будет Познакомиться С культурой Это все Все картины На мото тему Можно будет Познакомиться Пообщаться Непосредственно С художниками И даже Приобрести Эти картины Это у нас Арт Площадка Детская площадка Как все Уже знают Кто приезжал К нам Она Просто То есть Вся задача Детской площадки Там работают Супер Крутые Аниматоры Анимационная Команда Называемая Лавка чудес Там у нас Есть Анна Вот наша Такая Пироженка Пироженка Детского праздника Они делают Просто супер Пупер Программу Для детей Которые Просто Я вам серьезно Говорю Родители Пытаются Вытащить Детей Они не уходят У нас В этом году Программа По Пиратам Кореевского моря Поэтому Приезжайте Со своими Детьми Оставляйте их Там И приходите На пляж На пляж На этой прекрасной Ноте Мы уходим На рекламу Не переключайтесь Мы вернемся После Мы вернулись Рекламной паузы И мы остановились На программе Мотофестиваля И как раз Обговаривали Детскую программу Детскую программу Да В этом году Тематика Пиратская вечеринка Пираты Карибского моря Вот у меня просто Есть бзики По некоторым Фильмам Картинам Которые я там Люблю И каждый раз Каждый год Какая-то программа Декультовый Да В этом году У нас родилась Потому что у нас Пляж Волга Дети все Под охраной Дети все Под присмотром Потому что там Еще раз повторюсь Лавка чудес Анимационная команда Лавка чудес Ребята из Твери Наша Анна Пироженко Я вам перед этим сказал Они очень следят За детьми И Весь кайф В том Что вы можете Оставить детей Но Пираты Карибского моря Мы все равно Тоже Чуть-чуть Перерабатываем Эту программу Под мото Под мото Культуру Поэтому дети Останутся довольны Родители Останутся довольны Я думаю Вот По детской программе Больше я ничего Рассказывать не буду Это будет такая Чуть-чуть Завлекушечка Приезжайте Отдохнете И кайфанете Хорошо Что у нас еще Есть из площадок У нас есть торговая Площадка Большая торговая Площадка В которой Представлены Много-много-много Наших Рукодельцев Я так их называю Есть Ребята Которые делают Прямо Крутые-крутые Вещи Они отовсюду Они из Сочи Они из Петербурга Они из Москвы Они из Подмосковья То есть везде-везде Там можно будет купить Все-все-все Полностью На этой площадке На торговой площадке Представлены не только Вещи Вещи Какие-то брелочки Всякая остальная штучка Ювелирка И все остальное Здесь вы можете У нас есть еще Наш участник Хот-мод Мотосалон Там вы можете Приобрести мотоцикл Ну прям серьезно Приобрести мотоцикл Еще у нас на этой площадке Есть Харли Дэвидсон Москва Которые представят Свой мерч И компания Новая компания Которая появилась Со старым именем Royal Enfield Там можно будет Тоже приобрести И посмотреть Красивый мотоцикл Тест-драйвы мы хотели Сделать в этом году Но не будем делать Потому что Кто-то может Быть не в том состоянии Чтобы покататься Вот Безопасность превыше всего Да Это торговая площадка С торговой площадкой Закончили И переходим На пляж На пляже На Волге На большой воде Это называемый Конаковый риверклаб Откуда у нас вообще Взялось Да вообще Вот почему выбрали Уже какой раз Выбираете именно Эту площадку Конаковый риверклаб Конаковый риверклаб Это вот Так Сейчас я ему так Отправлю Туда всем Конаковый риверклаб Это любимая площадка Сейчас объясню Когда Вообще пришла идея Фестиваля Я собрался И в радиусе 200 километров от Москвы Поехал по всем отелям Куда бы я ни приходил Я говорил Вот давайте проведем У вас фестиваль Все говорили Да давайте Попробуем И как только было Упоминание Мотофестиваль Нам говорили Мы с вами свяжемся И все И в тот момент Я приехал В этот Конаковый риверклаб Мы там уже отдыхали С семьей Много-много раз Как бы В этот раз я приехал Уже непосредственно Пообщаться с кем-нибудь Нас приняли Во-первых Доверились Приняли И вот Тут я как бы Скажу то что Это наша любимая площадка Наша лучшая площадка Конаковый риверклаб Лучше нету Мы у них даже слоган Немного украли У них называется Конаковый риверклаб Между водой и небом А наш фестиваль называется Драйв между небом и водой Вот Непосредственно Вот здесь хотел бы вставить Обязательно Благодарность Марку Владимировичу Каганскому Это владельцу Конакова Яне Соколовой Это арт-директор Я сейчас объясню Почему им благодарность Елене Ёлкиной Это директор по продажам Конаковый риверклаб Диана Романова Которая нам помогает там У нас столько с ней Было Прикословий Столько было Подводных камней Но На секундочку Я все воспринимаю Эмоционально Ежился Пышился Я ни разу Не задумывался Над их словами Они все время Мне Типа Ну Какие-то палки В колеса пихали Да Я такой думаю Ну почему Почему И я сейчас Только начал понимать Это Вот четвертый фестиваль Там проходящий Они всегда говорят Наши гости Наши гости Наши Даже это Ну то есть Это наши фестивальные гости Которые приезжают Отдыхать в Конаковый риверклаб Но Они настолько пекутся О каждом госте И у них настолько Крутое Качество Вообще Качество отдыха На секунду Это самый большой глэмпинг Который они построили Ну то есть У нас У нас Вейки Сапы Сёрф Вертолетные прогулки Прогулки на яхтах То есть много-много всего Это Мультиформат Вот такой Еще плюс Я не буду открывать секрет Об этом году Много всего появится На площадке Так что приезжайте Будете довольны Музыкальная площадка Как дополнение Ко всему этому Украшение Музыкальная программа Как и сам фестиваль Мультиформатная Я вам могу просто Перечислить Рассказать На пальцах Кто у нас будет выступать Пятница Пятница Наши друзья Открытие для меня Ни для кого Это не было открытие Для меня это было открытие Потому что Это Вот как-то так случилось Мамульки Бэнд В пятницу Будут встречать гостей Естественно И мы будем встречать гостей Я сам тоже буду бегать Встречать гостей Я люблю общение Мамульки Бэнд Это Жгут Вечером Будет прям прикольно Кто слушал их Тот поймет В субботу У нас программа То есть у нас на площадке Играет всегда Два диджея Диджей Гонзалес Диджей Дмитрий Астахов Классная музычка Прям Ну вот Это мне нравится Пляжная Классная музыка Никакого насилия Рока Вот Поэтому у нас Такой мультиформат У нас в пятницу Выступает Несколько команд Пятница Лето Пляж Солнце Водичка И крутая латино Просто крутейшая латино От Ясмани Ангула Сильва И бэнд Это наши гости Из Кубы Ну просто вот Прям Это будет песенка Вот Будут выступать Ребята Которые играют Фолк-рок Извините Если я неправильно Говорю Я просто уже язык сломал Они по-моему Называются Той Фельдстанс Вот Еле выговорил Извините Если неправильно сказал Будут выступать Кто у нас еще выступает Наша вишенка на торте Дарья Дарья и Фрэнс Энд Фрэнс Вишенка на торте Почему это Единственная девочка Среди вот этого Засилия мужиков Но она ничем не хуже Она очень крутая Прям Ну стоит послушать Я думаю В пятницу Также будут выступать Наши друзья Хедлайнер фестиваля Группа Рекорд Оркестр Все их знают По определенным песням Там Влада Седан Уже как такая Визиточка Типа Но у них много-много Еще интересных песен Устоять не получится Я тоже буду танцевать Поэтому приходите На площадку И в воскресенье На музыкальной площадке Выступает Команда Джоин Трип Это тоже ребята из Кубы Это прям Рок Это будет вкусно-вкусно Вот Поэтому вот Вся музыка там То есть музыка у вас вообще Получается на любой вкус Да Это полностью Программа Как и фестиваль На любой вкус То есть вот прям Приходишь Кайфуешь Слушаешь Хочешь рок Пожалуйста Хочешь вот такой Пожалуйста Насколько я понимаю Человек Который допустим Далек от этой Мото тематики Ему тоже будет Достаточно интересно Побывать И посмотреть И может быть Подчеркнуть для себя Что-то новое Да конечно Да Ну это же все и делается И у нас в мото тематике В мото обществе В мото обществе Как бы это ни казалось Многим приелось Вот когда приезжали Раньше на фестивали Какие-то И там был Рок 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 Носить человека Носить человека Из одного места В другое Вот когда я прихожу На фестиваль И там играет И сидись И мне сразу хочется Перенестись куда-нибудь Домой Поэтому Поэтому как бы Ну вот прям Надоело Хочется разнообразия И еще раз повторюсь Это вот мой формат Моя идея Хочется разнообразия Хочется просто отдыха И фестивальная тема Про отдых Про людей Про наших гостей Наших крутых гостей Я всегда повторяюсь Я хочу поблагодарить Наших гостей В фестивале Я когда начинаю Об этом рассказывать У меня мураши по коже бегут У нас было в прошлом году Больше двух с половиной тысяч гостей И после выезда На территории River Club Нашим любимым River Club Не осталось Ни одной бумажки Ни одной бутылочки Представьте Какие крутые Качественные гости Я вас всех люблю Просто И жду И вот Оставайтесь всегда такими Я думаю Мы с вами просто Вот туда Туда заберемся Скажите Ну вот Образ Стандартный Складывается То что Байкер это Ну чаще всего мужчины Есть ли в сообществе Женщины И вот Какой образ У женщины байкера Это не женщины Это девушки Это девушки За рулем мотоцикла Они все вообще прекрасные У нас Они приезжают Слушайте Они приезжают На разных мотоциклах На больших Тяжелых На маленьких На желтых На красных То есть Всякие-всякие Обилие марок И То есть Нет какой-то привязанности Да У девушек за рулем мотоцикла Какой-то марки Их много В прошлом году Я честно скажу Я статистику не вел Но Больше Пятисот Девушек за рулем Мотоцикла Приехало Вот прям Больше пятисот Ничего себе Да Они разнообразные И Одной из них Даже могу сказать Отдельную благодарность Потому что Она написала На определенной площадке Мы не можем ее называть Пост О том Как она ехала на фестиваль Она ехала С предвзятым отношением К этому фестивалю Потому что Девушка не любит Мотофестивали Попойки Вот эту всю остальную штуку У нас Я всем говорил Приезжайте У нас высокий уровень Она приехала Она написала Вот такой Текст благодарности И в этом году Первый человек Который отозвался И сказал Я поеду 100% Ну то есть Много-много Девушек за рулем Мотоциклов Приходите Они все красивые Все прикольные В общем Ну классно Как и все байкеры Все байкеры красивые Все прикольные Да Еще знаем Что у вас есть Получается Мото-выставка Можно ее так назвать Где разные модели Мотоциклов И вот расскажите В чем уникальность Какие там Самые классные Крутые модели Которые точно Стоит посмотреть Нет Слушайте Мото-выставки Нет Это Ваши ребята В прошлом году Приезжали У нас Делали эфир По фестивалю Это не мото-выставка Это мотоцикл участников Это просто парковка Ничего себе Да Все приезжают Каждый из участников Каждый из гостей Каждый из Мотоциклистов Я бы сказал Он любит свой мотоцикл Вот то Как они стояли Красиво Какие они были Намытые Натерты Каждый приехал Показать себя Посмотреть других И это не выставка Это просто парковка А вот люди подумали Что это выставка Да ребята Вот просто Вот так Ставят красиво Мотоцикли Просто проходишь И ты Ну не можешь Просто у тебя Глаза разбегаются От количества цветов Марок Моделей Брендов Поэтому это Это просто парковка Вот так Скромненько Вообще Скажите Сложились ли За время существования Фестиваля Какие-то традиции Может фишки Какие-то появились Ну вот что-то такое Своё Слушайте Ну какие-то традиции Я бы не сказал Даже то что Сложились традиции У нас наверное Единственная традиция Которая сложилась Вот со временем Проведения фестиваля Все кто выжил Дожил до воскресенья В воскресенье Мы делаем со всеми гостями Групповое фото Все кто выжил Приходят к сцене И делают групповое фото Какой-то традиции Прям такой супер-пупер По-моему нет Вы подкинули идею Надо вводить Какие-то традиции Ну уже настолько много Просто идей То что Ну идеи на будущее Я мог бы по ним Сейчас сложить книжку У меня прямо такая папка Идей на будущее Но всему свое время Я буду со временем Это все добавлять Следующий фестиваль Пятый Юбилейный Но не будем забегать наперед Даст Бог Проведем четвертый фестиваль Четвертый крутой фестиваль Вот кстати говоря Мы не обозначили даты Скажите сколько дней Будет длиться фестиваль И с какое по какое число Фестиваль у нас проходит 14 по 16 июня Как песня Запомните 14 по 16 июня В 14 июня В 15 часов Площадка открыта Фудкорт у нас уже работает Торговая площадка запущена Музыка работает Все 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 работает То есть с 15 часов Вы можете спокойно Приезжать к нам на площадку И закрываемся мы Закрытие у нас в воскресенье Тоже в 15 часов 16 числа Вот 14, 15, 16 число Пожалуйста приезжайте Для всех тех кто Не успел Приносим свои извинения Но палаточное размещение У нас на фестивале запрещено По некоторым причинам Запрещено И у нас можно было Снять проживание В Канаково Риверклаб И в близлежащих отелях Но проживание К сожалению Уже не осталось Осталось проживание В отеле Ольгина Гранд отель Ольгина Не переживайте Это 15 минут Подходите на рецепшн Девочки вам помогут Отвезут Привезут вас таксисты Здесь в Канаково Прям таксисты Вот песенка Они вам и споют И расскажут историю какую-нибудь Вы не заскучаете Вот поэтому Гранд отель Ольгина Туда можно У нас все уже занято Вот Так что Вот такая вот штуковина Расскажите Как проходит Еще получается Процесс подготовки К фестивалю Были какие-то сложности Или нюансы Слушайте Процесс подготовки Всегда проходит На нервах Я бы так сказал Мне говорят Да не нервничай Все получится Если Ну просто Ни над чем не стараться Не нервничать Не переживать То все может Получиться само по себе Но получится Как бы Извините за выражение Фигово Вот Я очень переживаю По поводу фестиваля Я очень Очень хочется Чтобы каждому Из гостей Нашего фестиваля Понравилось это все И процесс Процесс подготовки У меня идет Так как я это делаю В одно лицо Как бы У меня есть команда Да У нас есть Технический директор У нас есть музыкальный директор У нас есть ребята По безопасности Но всю структуру Весь столбец Я прорабатываю Как бы сам И гоняю Эту всю историю У себя в голове Каждый день Всегда это сложно Всегда это Долго Но Это того стоит Потому что Вот На вот этих ощущениях После фестиваля Я живу еще Наверное Порядком 6-7 месяцев На адреналин Как на адреналиновый наркоман Вот такой Я на этом адреналине живу Улыбки гостей Отзывы Хорошие какие-то слова Они Двигают Двигают фестиваль И Заставляют двигаться Вперед И работать На следующий год Вот поэтому Так Да Очень хорошо Что вы так Трепетно относитесь Это значит Что будет Обязательно Хороший результат И На этой ноте Мы уходим На рекламу Не переключайтесь Мы вернулись Рекламные паузы И мы остановились На том Как проходит Процесс подготовки И выяснили Что вы Очень тщательно И добросовестно Подготавливались К фестивалю Чтобы гостям Было максимально Комфортно И классно И давайте Очень хотелось бы Услышать Арчи Ваше мнение В чем На ваш взгляд Кроется романтика Мотофестиваля Вообще Мото Ну вот этой Атмосферы И тематики Слушайте Мотоцикл Наверное Программа Вы знаете Вы знаете Мотоцикл Это самая важная штука, самая важная штука, как средство от эмоционального выгорания. Работаешь ты в офисе, работаешь ты на заводе где-нибудь, работаешь ты, не знаю, в поле где-нибудь. Устаешь от рутины, от будничной жизни, садишься на мотоцикл и получаешь просто новые эмоции. Ты выкинул, как рыбаки, они же тоже, когда сидят рыбачат, они выкидывают вот это время из жизни. И ребята наши на мото тоже выкидывают это время из жизни, в момент путешествия и общения друг с дружкой. В этом, наверное, вся романтика, вот мото-движение, байкерство. Я не знаю, как это правильно назвать, потому что кто-то говорит байкерство, кто-то говорит мото-движение, кто-то говорит мото-культура. Наверное, это мото-культура все, все вместе, все в общее. Расскажите, уже четвертый год, получается, будет фестиваль. За это время, вот обратная связь, обратная связь какая? Расскажите, может, истории какие-то интересные были, которые прям запомнились. Слушайте, очень много обратной связи, очень много с этим фестивалем связано, много переживаний, много пережитых эмоций. Я вот честно, от себя, от себя я хочу, ну, то есть некоторым людям я всегда говорю благодарности, да, слова, потому что это поддержка. Вот мы ровно так же сидели, сидели, сидели. Прекрасно понимаете, то, что на фестиваль тратится бюджет, естественно, как бы своими силами выкачиваю, как бы. Но без поддержки наших, например, партнеров мы бы не вышли. У нас есть компания Лемарк, моторные масла, которые просто в этом году появились. Мы бились, то есть у меня, там, я бьюсь, лбом в стену, да, и они просто появились. Они стали титульным спонсором фестиваля, моторные масла Лемарк, поддержали. И, блин, спасибо большое. Я думаю, можно будет на месте познакомиться с ними. Для молодой публики скажу о том, что компания Лемарк — это ребята, которые спонсировали Atomic Heart. И у нас будут персонажи Atomic Heart на площадке. Вот. Историй с фестивалем связано очень много. Вот расскажите, те люди, которые, ну, то есть далеки от мод и тематики, вот приехали посмотреть вообще, что это такое, прочувствовать эту атмосферу. Вот от них какая обратная связь, что говорят? Обратной связи очень много. Они пишут, они звонят, и до сих пор как бы звонят и пишут, и говорят, они, то есть все, кто ехал на фестиваль, мотофестиваль, сжато, байкеры, серьезные грубые лица какие-нибудь, там, типа, на серьезных щах. Да, есть определенные стереотипы. На серьезных щах. Люди, которые приезжают, они, я могу похвастаться, у нас процентов 40, наверное, людей, которые не из мото тематики. А повторная посещаемость у нас 99%. Повторная посещаемость фестиваля. То есть они приезжают одни и те же и приводят еще своих друзей. Друзей, друзей, знакомых. То есть я знаю людей, которые там, типа, в одной школе дети учатся, и они собирают со школы много-много людей, которые к нам приезжают. Людей, которые из компании. Я даже больше похвастаюсь. В рандомном месте я в Москве еду на такси, и мы болтаем с таксистом. Он узнает, я что-то проговариваюсь про фестиваль, он такой, типа, а, мы собираемся с друзьями ехать. Они не имеют отношения к мото-культуре. То есть он где-то слышал, рандомно, в Москве с таксистом, которых там миллионы, просто миллионы. Вот этот один человек, как бы, это прикольно. Смотрите, мурашки опять. Вот такая вот штука. Вот. А с мотофестивалем, даже владелец Конакова Реверклаб, Марк Владимирович, после второго фестиваля, по-моему. Вот в эти все истории, да, после второго фестиваля он подошел и говорит, слушайте, я думал, байкеры, это все байкеры, которые, ну, вот, страшные люди. А на самом деле у нас публика настолько состоявшаяся, почему нет драк, почему нет вот этих буйных ребят, да, потому что им не нужно ничего с собой друг друга решать, там, с друг с дружкой решать. Биться, что-то там мириться. Подошли, пообщались, закрыли вопрос. Все взрослые люди. Вот. И Марк Владимирович говорит, типа, я подошел к одному парню, он стоит, пояс раздетый, жара, пляж, по пояс раздетый, чуть-чуть пошатается, но, говорит, разговаривает на вы и настолько культурно. Говорит, блин, вот такие байкеры мне нравятся. Вот такие вот истории, их на самом деле очень много, я все перечислять не буду, потому что это может растянуться, как бы, на день. Да, это хорошо, что такой, ну, достаточно высокий уровень мероприятия, и все себя достойно ведут. И при этом у вас же еще фестиваль считается детским, семейным. Семейным, семейным. Да, и то есть есть площадки для детей, и с семьей можно спокойно приехать и отдохнуть абсолютно всем. Да, вы приезжаете. То есть не будет такого, что, допустим, детишкам будет скучно. Вы приезжаете с детьми. В чем замысел фестиваля? Приезжаете с детьми, сдали их аниматором, пошли тусить на пляж, слушать музычку. Дети приходят кормиться к вам и уходят опять тусоваться. А вы сидите, кайфуете? Разве не прикольно? Разве это не отдых? Вот сдал детей, пошел тусоваться, как бы. Но, еще раз повторюсь, у нас очень серьезный подход к безопасности фестиваля. На въезде работают металлодетекторы, работает кинологическая служба. Просто так вы к нам не попадете на территорию. Без входного билета, без проживания вы на территорию не попадете. Канакова Ревертлаб – это закрытая территория. Плюс у нас по всей территории охрана. У нас двойной контроль. То есть здесь контроль и еще контроль на втором КПП. Дети, гости фестиваля, мы вас просим отнестись. У нас на фестивале есть правило пребывания, жестко прописанное. Если кто-то нарушает правило пребывания, мы выводим его за территорию. Без права повторного посещения фестиваля. Это жестко, это строго, я прекрасно понимаю. И мы писали о том, что просьба отнестись с пониманием. Потому что для нас в первую очередь важна безопасность гостей. Все остальное, ребята, которые любят побуянить, хотят подраться, очень сильно перепить. Все за территорию. Да. Будьте добры, но без обид. Но вас очень быстро выведут. Поэтому как бы все безопасно. Это очень важно. И особенно людям, которые приезжают с семьей, знают, что и дети, у них развлекательная программа. То, что они будут в безопасности, это, конечно же, плюс к отдыху родителей, так скажем. И знаем, что у вас много статусных гостей посещают фестиваль. Расскажите, чем их привлекает фестиваль? Что их цепляет? Они же, вероятно, всего, дают обратную связь. Слушайте, нет. Я не знаю, чем привлекает людей фестиваль. Я считаю, я считаю, вот у каждого мероприятия есть своя изюминка. Есть свое такое, знаете, как зернышко. И вот с каким посылом ты вот это вот зернышко туда положил в землю, с таким посылом оно и прорастет. Мне кажется, вот эта вот вся энергетика, вся идея, которую я закладываю туда, люди чувствуют. Люди просто, ну они же не могут просто там приехать и типа вот туда поедем. Мне кажется, это все-таки доходит до наших людей, до гостей. Вот эта вот энергетика, к нам приезжаешь как к себе домой, еще раз повторюсь, и я вот рад всех встречать. Мне кажется, вот в этой штучке, вот в этом зерне и кроется то, что заставляет людей приезжать к нам. У нас много статусных гостей, но на секундочку, будь ты каким-то руководителем, будь ты каким-нибудь там руководителем страны, региона, либо области, еще чего-нибудь. Вот когда у нас так заведено, когда вы сидите в офисе, я прихожу, и мы общаемся на вы. Четко, по регламенту. Но как только сел на мотоцикл, ты просто свой пацан. И вот у нас вот эти вот свои пацаны, как бы статусность, она там остается. На фестивале все полностью дома и все равны. Инсайдерская информация, что у вас есть какие-то такие вот фишки, интересные новые штуки, которые можно попробовать. И вот давайте фишки фудкорта. Слушайте, по фудкорту тоже много-много можно рассказывать, как бы я могу перечислить даже наших участников. То есть у нас это все ребята из тоже мотосообщества, которые занимаются фудкортом. Это Шварцкайзер, это Эскобар, это ребята Cheese & Coffee. В этом году даже будет у нас чистая линия, потому что у нас много детей. Мороженое чистая линия будет стоять, пожалуйста, придете, угоститесь. У нас фудкорт на любой вкус на самом деле. У нас от стритфуда до каких-то крутых блюд, пожалуйста. Cheese & Coffee, ребята, которые делают все-все-все с раклетом. То есть овощи с раклетом, мясо, мясо. Я не могу говорить так, я не кушал с утра, поэтому мне сейчас очень вкусно. У нас крутой брискет, это ребята из Шварцкайзер делают. Ребята из того же самого Эскобара делают бургеры, просто пальчики оближешь. Перчатки, которые, знаете, вот понтовые, выдают перчатки в ресторанах. Перчатки вам не нужны, потому что в любом случае как бы резиновые пальцы облизывать невкусно. А вот когда съешь вот этот бургер от Эскобара, пальцы облизать обязательно нужно. Это не гигиенично, но очень вкусно. Поэтому, а байкеры любят пожрать. Я извиняюсь за выражение, поэтому не только байкеры. Все любят, я тоже люблю. Фудкорт на самом деле на любой вкус. Напитки всевозможные как бы. И разные блюда, пожалуйста, приходите. У нас много-много всего представлено. У нас много развлечений на фудкорте работает. Мы разнесли, мы делаем статистику. Естественно, есть какие-то... Мы разнесли бунгало-бар в одно место, фудкорт в другое место. Но это фишечка, которую мы пока никому не рассказываем. Когда вы приедете на фестиваль, вы там все попробуете. Блин, я сейчас приезжал в Конаковый Риверклаб на прошлых выходных. Я вот так вот смотрю на территорию, я уже слышу запах-запах этих смокеров, которые стоят. У нас смокеры ставят с четверга, они готовят брискет. И это все прям вот так вот. Там вкусно. Там вкусно со входа. Ребят, приезжайте, я вам честно говорю, вы не пожалеете. Всех-всех-всех вот так можно пройти по фудкорту, попробовать. И у всех вкусно. У всех вкусно. Там у каждого свой шеф-повар. Это очень заманчиво. Это очень заманчиво. Даже я сейчас прям хочу туда уже. Да, я думаю, что сейчас самое время пригласить гостей на фестиваль и рассказать, какая атмосфера царит и что их ждет, ожидает. Ну так, вкратце, так скажем. Да, коротко, коротко. Это уже прям зубоотскакательно работает. Друзья. А я называю всех друзья. Еще я люблю говорить, мои большие друзья. Все мои большие друзья, потому что с моим ростом любой человек среди статистического роста, он уже большой. Друзья, 14-16 июня. Наши любимые Конаковы Ривер Клаб. Фестиваль Бернинг Виллс. Четвертый ежегодный фестиваль, который не состоится без вас. Будем рады видеть вас. И создадим вот этот праздник, атмосферу. Атмосферу праздника вместе с вами. Я вас буду там встречать. И давайте приезжайте отдохнуть. Конаковы Ривер Клаб, 14-16 июня. Вейки, сапы, серфы, детская анимация, музыкальная программа, торговая площадка, фудкорт, обалденнейший фудкорт. И много-много всего, о котором я вам не буду рассказывать еще. Приезжайте, отдохнем. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Хочется поблагодарить нашего гостя Арчи. Спасибо за то, что рассказал про мотофестиваль. Насколько там классно, круто, драйвово, что столько всего. Площадки разные на любой вкус. И даже тот, кто далек от мото-тематики, может приехать и отдохнуть хорошо. И в том числе и с семьей. Я думаю, что это просто нужно видеть, поэтому приходите. Это была программа «Тема дня». До новых встреч.